Приветствую вас дорогие друзья! Располагайтесь поудобнее! С вами ваша Рогатая Жаба и мы продолжаем Эриадорскую кампанию. На этот ход, 105, у нас еще несколько целей есть. Во-первых, я хочу показать вам, предвосхищая ваши вопросы, ну когда же там уже будет Арнор? Нам для Арнора нужно еще 600 жителей в Ануминосе. Благо у нас в Ануминосе была чума, но она прошла. Мы совершаем постройки. В общем-то, следующее, что нам нужно сделать, это, как говорят некоторые, поменять вот тут вот есть стылые холмы у союзников на какие-то поселения. С другой стороны, говорят, что не нужно это и мы это как раз проверим, когда Ануминос у нас достигнет критической точки. Мы сейчас будем захватывать Амукхант. Это еще одно действие, которое накопилось. И будем атаковать разрозненные отряды орков подле перевала Кирит-Унгал. Это еще одно действие на 105-м ходу, которое нужно предпринять. И затем мы передадим ход дальше искусственному интеллекту. Эстафету пусть действует так, как запланировал и посмотрим, выживет ли наш Арагорн. Потому что он по глупости ушел за наемниками и попал в засаду. За наемниками в районе Бург Эрмана Рикеса. Мне пишут, что потерял скилл, переиграет о сражении и так далее. Ребят, что случилось, то случилось. Если хотите узнать, что же там произошло возле кровавого Бург Эрмана Рикеса, то советую тем, кто не смотрел прошлую серию, ее посмотреть. Так, развертывание войск. Ну что, друзья, вот оно наше поселение. Естественно, причина, по которой я буду сражаться в таком вот бою, она одна. Единственная и заключается она в том, что эх, у нас не такие уж и сильные войска, а у врага есть элита. Поэтому нужно очень аккуратно, аккуратно воевать. Воевать так, чтобы не проиграть и не потерять много войск. Так как я рассчитываю этой армией вспороть под брюшье врага. Так, что у нас тут? Алибордисты кланов. Очень будет напоминать эта битва, битву за Вау. Ну, раз такое дело, то мы вполне можем отправиться в сражение. Как говорится, что нам мешает? У них только потом пехота останется. Никакой кавалерии нету. Соответственно, наши лучники могут поработать на славу. Можем начать пробивать. И здесь мы отвлекаем воинов Бальход. Это застрельщики воины Бальход. И они же попали под обстрел. Ну, в общем-то, свое-то мы выполнили задание отвлечь их. Даже можем попробовать их расстрелять. Сами отправимся хоббитами на тот участок стены. И поставим, поставим нам, пожалуй, вторую скорость, чтобы нам было удобнее, чтобы все это произошло быстрее. Самыми серьезными здесь противниками являются, конечно же, не лучники, а вот эти вот ребята, алибордисты кланов, уж очень больно они бьют. Но и наши топорщики, пробивая броню, бьют не менее больно. А потом нам предстоит взламывать тяжелую пехоту руна. Но это, как говорится, не проблема. А пока у нас происходят ключевые сражения, и как бы я выразился в любом другом случае, при любой другой осаде, тупо раш по миду, это когда мы в лоб бьем врага своими войсками, не проводя никаких хитрых. Ну как, у нас тут вот есть хитрый маневр, но сказать, что он очень хитрый, я не решусь. Мы просто расстреливаем воинов Больхот, и высаживаем своих ребят на стены. так, нажму я паузу на секунду. Все, я готов отжимать, а то там Олька разговаривает по телефону, такое впечатление, будто я соревнуюсь. Может вам и не слышно, но мне слышно так, и кажется, что будто я соревнуюсь с ней в том, чтобы записалась именно моя звуковая дорожка, а не то, что она говорит по телефону. Да, Оля? Любительница покричать в трубку. Я разговаривала, не хромка, просто у тебя нет привычки, если ты идешь записывать, закрывай и у меня дверь, я ж не знала. Вот такая вот она. Это Ольга, да, идем воевать, мы тут часть пехоты потеряем на стенах, удар в лоб, это всегда очень сложные маневры, Разве ты не любишь мой колокольчик? Люблю, все, не мешай мне записывать, давай, до свидания. Так, ну что, ребят, Павел Поляков написал замечательный такой рассказ, в своем комментарии, я напоминаю, что ваше творчество я с удовольствием прочитаю у себя в видео, особенно, если оно касается моих прохождений, точнее, если оно касается моих прохождений. Так вот, он описал ситуацию, которая происходит в Средиземье от лица правителей моих союзников, как кто реагирует на то, что происходит. И он пишет, победа в войне кольца приближается и мысли у владык победителей уже крутятся совсем иного рода. Вот как они думают, Гондор, наместник Денетер, я, конечно, ценю помощь союзников, которые нам помогли, но основную тяжесть войны вынесли мы, поэтому все лавры победы и трофеи наши. А остальным спасибо за участие, ваша моральная поддержка будет милостиво упомянута в аналог истории. Надо еще Эриадор попросить вернуть кое-что из незаконно им присвоенного. Ух ты как! Незаконно им присвоено! Это то, где наши Шировцы проливали свою кровь Незаконно присвоено Так и тут продолжаем Морально поддерживать Гондор Убивая морально Алибордистов Руна Да действия союзничков Ну Гондор мне конечно порадовал Они молодцы сделали Куда эти полезли Чего они туда полезли Ага понятно Ну молодцы Давайте мы сделаем по правильному Вы идите сюда Мы сейчас захватим контроль над Этим участком Что тут еще до сих пор сражение А в спину ударить слабо Давайте Бейте Что же думает король Рохана Рохан и у нас Тедан Да дела не очень хорошо идут с Аруманом Ириадор Давай помогай союзничек А я тут рядом побуду А после войны на месте Изенгарда Я поставлю пастбище для своих лошадей овец Высшие эльфы Элранд Война Какая война У нас все в шоколаде Мы тут поем и развлекаемся Но претензии получить и мы хотим Презентик получить и мы хотим Какой вкусный Ириадорчик Вот так вот я боюсь удара в спину От высших эльфов Особенно от высших эльфов И Эл 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 Заходим вообще давайте Этих ребят наглых Раскидаем А то они тут решили Позакидывать наших Давайте по ним ударим Смотрите какие наглые Хоббитцев наших бьют И заводим остальных Хватит стрелять Заходите сюда Не выставил им Вот эти вот штучки Позиционирование Во время боя Из-за этого они немножко тупят Воины Бальхот на удивление Сражаются стойко Все остальные мои заходят Я даже не буду пехоту вести Тут дело только для лучников Так А нам надо убрать С двоечки на единичку Потому что надо убирать Нашего этого Полководца отсюда Их двое И тем не менее Они хотят еще что-то там Кого-то ударить Вы не офигели? Малыши Сюда Сюда Давайте 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 ударим По зубам дракона Да так ударим Чтобы эти зубы Отвалились Так Дейл Король Бранд Помощь войне? Эй Я такое слово не знаю Спасибо за возвращенные земли Но дальше Арава Мы не пойдем Там Большие издержки На снабжение Оружие для войск Все стоит денег К тому же Вы и без меня Хорошо управитесь Не буду вас беспокоить С победой Пришлю открытку Пока Галадриэль Лориан Моя хата Справа Ничего не знаю Лесное королевство Трандуил Я тут один Отдуваюсь Возле Ульданована Союзники Вы где? За такое дело Мне нужно половину Золоторуна Да и гномам Нужно вернуть Мои подвески И есть еще У них Должок Кстати Лесные эльфы Мне оказали Поддержку Не меньше Чем Гондор Точнее Гондору Поддержку Оказал я А лесные эльфы Продолжили Оказывать Поддержку После того Как я помог Им вернуть Контроль Над Лихолесьем И они Дольше всего Отбивали Атаки Мордора В районе Долг Гулдура Не скажу Что Гондор Вообще Ничего не делал Делал Безусловно И делал Многое И на Харат Он напал Резво Фактически Резвее Чем все Остальные Фракции Так Давайте Отступим Че-то Вы решили Тут Посражаться На площадь Рвемся Наши стрелки На площадь Встанем Здесь И будем Их Расстреливать А вы В спину И они Тоже Побежали Назад На площадь Гномы Король Байн Спасибо За Дарвинион Но Воевать Не пойдем У нас Тут За бугром Золото Лежит А для Его защиты Нужно 5 стеков Да и Вообще У нас Перерыв Закончился Пошли В шахты Атрандуилы Кукиш А не Подвески Арагорн Эриадор То есть Мы Хочешь Сделать Что-то Хорошо Сделай Это Сам Советы Идите На Так вот Шикарно Павел Я просто Преклоняю Голову Перед Твоим Творческим Потенциалом Классно Написал Я Реально Хорошо Посмеялся Когда Первый раз Это читал Вау 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 С кем Сражаются С нашими Что ли Давайте По ним Ударим Бывает У меня Такое Ребят Не серчайте Я думаю Рун На этом Фронте Не окажет Особо Серьезного Сопротивления И мы Сможем Эту Пехотку Разбить Их Всего 17 А наши Следопыты Бьют Очень Хорошо Уже 7 6 Практически Не стало Рунических Защитников Амук Ханда Вот он Последний Воин Падает И есть Это Победа Цель Еще Одна Достигнута Плюс Еще Один Город В нашу Копилку Мы Его Никому Передавать Не будем Это Ценный Ценный Источник Дохода Вот они Трупы Зубьев Дракона 132 На 267 Можно было Меньшие Потери Понести Но Что есть То есть Переигрывать Я не буду И Есть У нас Еще Небольшие Рассказы Сейчас У меня Прогрузится Мой Планшет Ох Как Я уже Жду Нового Компьютера Чтобы Иметь Возможность Играть В то Что По новее По красивее Графически И ожидается Моей Большой Публикой Да Публика Вы Ожидаете Моих Прохождений По новым Играм Так Ограбить Для того Чтобы Денежку Получить А Мукхант У нас Приносит 2882 Дохода Давайте Поставим На низкие Налоги И какое-то Время Посидим Здесь Я не думаю Что сюда Аж прям Пригонят Большие Стэки Враги Но Для руна Это вопрос Что ему Делать Может быть Стоит Развернуться Амрун Я очень Жду Когда мы С Гондором Вместе Осадим Что-то Гондор Не хочет И последнее Действие Я хочу Разбить Вот этот Передовой Отряд Может быть Даже Короля Чародея Пока Чего Плохого Не Случилось У меня Есть Ребята Которые Готовы Пройти Достаточно Большой Путь Для того Чтобы Повоевать Давайте Посмотрим Может быть Кого-то Можно Не Брать Так Это Дальше Пойдет Дальше Пойдет Я Так Чтобы Они Могли Вернуться Вот Эти Вот Два Как-то Сокращают Дистанцию Которую Проходят Нашу Так Что Я Пойду Только Ими Раз Два Три Четыре Пять Отрядов Пять Отрядов Против Троих Вот Гаденыш Фух Есть Еще Возможность Вернуться И если Я Углублюсь Ну Слабые Отряды Плюс Король Чародей Давайте Попробуем Разбить Потому что Если Король Чародей Возглавит Какую-то Армию То С ней Справляться Будет Тем Более Сложно Так Что Я Так И Рискну И Решу Нападать А потом Отступлю Вадим Шкарлупа Пишет После Героического Захвата Торренбурга Мордор Распределил Своей силы Все орки Были готовы Взбунтоваться Если они Не будут В крепостях Или обороняющих Ключевых Пунктах Поскольку Ириадор Своими победами Напугал Не только Рун с его Доблестной Золотой Гвардией И Харат С его Мумакилами Полутроллями Змейной Гвардии И Ассасинами Но уже И Мордор Был Готов Вступить В переговоры Поскольку Видел Как Осажденные Орки Умирали От стрел Мечей Копий Секир Ириадорцев Да Стоит понимать Что силы Зла Они не Сражаются До последнего В этом Он прав Мы помним Как Сам Саурон Когда-то Преклонился Перед Нуменером И даже Что-то вроде Как В раб Не в рабство Попало В плен К ним попал Вау Вау Колья Я забыл Выставить Колья И это Будет Проблема Мы Расстреляем Конечно Короля Чародея Но Натиск Он Определенно Совершит Зачитался Но Я все равно Думаю Что ваши Рассказы Ценнее И Ничего Страшного Давайте Ребята У нас тут Дождь Конечно Эффективность Стрельбы Это Снижает Но Хотя бы 4-5 Залпов И Ооо Не будет 4-5 Залпов Один Умер Хорошо Давайте С десяток Остановились Замечательно Давайте Хотя бы С десяток Одно Дело Когда Вас Бьют Там 3-4 Лошади Другое Дело Когда Вас Бьют Все 16 15 14 Так Нет 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 Держись Держись Парень Я в тебя Верю Пока Выживает Сейчас Мои Подойдут На помощь Это Будет Чудо Если Мы Выживем Их Осталось Только 8 7 И там Еще 3 Отряды На помощь Идут Но Мне Кажется Таки Выживет Есть Теперь Их Осталось Вообще Чуть Чуть И Они Решили Отступать Сейчас Мы Еще Хорошо Обстреляем Всей Это Нашей Толпой Давайте Их Закрывать Риски И риски У нас Тут Идут Серьезные Причем Ну Конечно То Что Я Не Выставил Коля Это Просто Эпик Эпический Момент Всей Моей Серии Играл Играл Цедил Оберегал Каждого Юнита А потом Раз Взял И коль Я не Выставил Но Смерть Короля Чародея Стоит Небольших Жертв Которые Наши Отряды Восстановят Недаром Я взял Именно Полководцев С собой Сейчас Вопрос Только Мы Сможем Добраться До Безоговорочная Победа А До И не Будет До Не Успела Прийти В качестве Подкрепления Как Печальненько Жалко До Хорошо Они были В полном Безрассудстве И заблуждений И так Даже У руки Под командованием Назгула Умерли Сражаясь До Последнего Их отчаяние Привело Их В ярость Но Какой бы Не была Победа Эриадора Над злом Всегда Будут Враги Пока Они Не Создадут Великую И Расцветающую Державу Арнор И тогда Будь Эльфы Будь Гномы Арнор Будет Непобедимым А пока Эриадор И куча Государств Людей Разбросанных По миру Не объединятся Не станет Мир Лучше Даже При падении Черного Властелина И Последнего Орка Поскольку Злоба Ненависти Жадность Будут Сердца Эльфов И Гномов И Не Настанет Мир Без Арнора То есть Вот так Вот По словам Вадима На Арнор Полагается Очень Большая Надежда Ну Дальше Я армии Не пойду Вот эти Все Стэки Которые Будут Формироваться Это Уже На следующий Ход Проблемы 8000 В казне Я могу Их Потратить А Кстати Да У нас же Ребята Бегут И Есть Еще Вариант С Осадой Изенгарда Пока Такая Возможность Есть А то Что-то Мне кажется Изенгард Потеснил Стэки Рохана И Рохан Никак На Это Не Реагирует И Мы Там Хотели Немножко Прокачать Наши Силы Давайте Попробуем Это Сделать 203 Ну Для Того Чтобы Прокачать Наши силы Тоже Нужно Организовать Сражение На поле Боя Мы Будем Готовиться К Осаде Изенгарда Для Этого Нужно Взять Как Можно Больше Лычек Нашим Воинам Напомню Лычки Опыта Что Они Дают Есть Три Категории Лычек Это Бронзовые Серебряные Золотые За Каждую Категорию Лычек В категории Три Лычки Три Бронзовых Три Серебряных Три Золотых За Каждую Категорию Лычек Вы Получаете По Одной Морали И По Одному Нападению Вроде По Одной Защиты Плюс То есть Защита Не Отображается А вот Нападение И Мораль Бонус Точно Есть И Это Безусловно Очень Помогает Когда Вы Так Это У нас Изенгарты Варги То Есть Смысл Поставить Колья И Даже В Какой То Степени Начать Из Леса Так Чтобы У Варгов Была Проблема Эти Могут Поставить Колья А ты Че Такой Ты Же Не Командуешь Этой Армией Ты Че Колья Поставить Не Можешь А Может Все Хорошо Главное Свою Кавалерию На Колья Не Отправить Поэтому Она Будет Стоять Отдельно На Возвышенности Это Вот Еще Один Хороший Отрядик А Тут Оно Просто Не Может Поставить Корья Он Отряд Точнее Значит Мы Вот Так Выставим Типа В защиту Своих Да Уходи Сюда И Я Не Забуду Выставить Ребятам Эти Вот Щитки Стойте Колье Ставцы Тут Хоббицы Чуть Чуть Повыше Тоже Под Защитой Тяжелая Пехота Рядом Готовая Встретить Насмехаются Над врагом Лучше Бы Вы Не Сильно Насмехались Над врагом Потому что Враг Может Сильно Ударить Так Все Начало Битвы Смотрим Где Основные Силы Эти Страшные Урукхай Тяжелая Пехота Пикинеры Охотники За головами И варги Особенно Ужасны Здесь Варги Потому что Они Обладают Мобильностью И подвижностью Точнее Большой Это как Кавалерия Но мы Расстреляем Большинство Из армии Врага До того Как они Успеют Нас Перехватить Встретить Или Достичь Так Хорошо Еще Иван Пантюшин Написал Такое Интересное Обращение Виктор Спасибо За еще Одну Хорошую Серию Доклад Одного Из Эриадорских Военных Аналитиков Государь Во-первых Обращаю Ваше Внимание Что В полубитвы Вы Опять Забыли Про Командирский Рожок При каждом Использовании Восстанавливать Немножко Морали Войска Что Чуть Не Стало Причиной Поражения При Мал Голоде Да Да Рожком Я Практически То же самое Произойдет С пикинерами Я бы ударил С натиском Пехоту Но пока что Я буду Полагаться Исключительно На мощь стрелков Когда расстреляют Охотников За головами Мои лучники Возьмутся За Другую цель Варги Пока не решаются Подойти Вот пусть тут И Продолжают Не решаться Так Их 11 А вот С пехотой Урукхай Будет тяжело Тут можно Послать В натиск Отряд Кавалерии Давайте Убивайте До последнего Все равно Вы пока Не убьете Попытаемся Остановить Пехоту Натиск Это хорошо Но мы Сразу же Отступаем Потому что Очень больно Ударят В ответ Давай Давай Отходи Такой Бравый Прямо Приманивает Искусство Приманивания Прокачено Пехоту Мы остановили Даже Немножко Уменьшили Их число Второй У нас Пойдет С таким Же Заданием Ай Правда Колья Ладно Не пойдет Он с таким Же Заданием Слишком Рискую Попасть На Колья Лучше У нас Задания Будут Выполнять Мечники Давайте Ударим По Рубакам Рубаки Более Аппетитная И беззащитная Цель Как мне Кажется Мы Их Сметем И Сейчас Попробуем В спину Ударить Варков Пехота Урукхай Так Тут Я Отступлю Так Варгов Мы Почти Разбили Есть Их Полководца Не полководца Командира Армии Тоже Убили Кто-то у нас Лычки Получил Третью Лычку Всадник Может быть Две Лычки Получил У нас Кавалерия Может быть Нет Или Стрелки Хотя Я точно Не запоминал Ну Завершить Завершить Сражение 17 на 185 В принципе Неплохо Во-вторых Насчет Предстоящей Совместной Атаки С эльфами Она вызывает Сильные Опасения Рун Не только Превосходит Объединенные Силы Числом Но и Половина Из них Воинов Элита А у вас Да и у эльфов Потрепанное Ополчение Но все-таки Я Хочу Верить Так Мы можем Ударить Еще один Отряд И ударить Еще один Отряд Все ради Опыта Давайте Все-таки Нанесем удар Главное Потом Успеть Отойти Успеем Блин Далеко Вы пошли Давайте Тогда Сюда А вы Отступите В сторону Ну что ж Опасные Моменты Я думаю В этой серии Я еще Передам Ход И мы посмотрим Как будет действовать Искусственный интеллект Деньги пока не трачу Я думаю Я найду На что Их использовать Да Да Придем на помощь Мы ничего Не потеряли Все Вся заслуга Достается Рохан И он Подводит Свои стеки Скрытные Но сейчас Изенгард Будет наращивать Свои войска Давай Рохан Веди Свою Подмогу А то Пастбища Вы у себя Хотите А для этих Пастбищ Потрудиться Нет Дипломат Дейла Уже Какой Десяток Ходов Там Ошивается И что-то Пытается Договориться Вот как И говорил В общем-то Павел Гномы Верибаря Защищают Своё золото Да так Что я Даже Я не Решился Бы Попробовать На это Золото Напасть Вау Это Дерзко Придется Делать Вылазку В следующей Серии Это будет Очень Очень Кстати Интересный Момент Так Нас Потопили Но без Армии Харат Всё ещё Господствует На море С Арагорном Таки Хотят Сразиться Оу Там и Дейл Подошёл Ульдонован В осаждении В осаде Это просто Супер Давайте Посмотрим И мы Тоже По сути Не можем Отступить Закончились Баллы Движения Придётся Вступать В сражение Итог Этого Сражения Вы увидите В следующей Серии Как и Всё Остальное Дорогие Мои Друзья Оставляйте Ваши Комментарии Подписывайтесь Кто ещё Этого Не сделал И В описании Под видео Вы найдёте Ссылки На другие Мои Плейлисты И Рекомендованные Мною Другие Прохождения Обязательно Присоединяйтесь Смотрите Эти прохождения И Буду Рад Вашим Лайкам И отзывам Удачи Вам Пока Пока